Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Сегодня мы будем выполнять процедуру перманентного макияжа губ с необычным запросом клиентки. Тань, пожалуйста, продублируй свой запрос. Чего именно ты хочешь? Я очень люблю уже несколько лет, наверное, лет 7 назад я начала красить таким образом, что обводить контур более ярким карандашом, темным, а серединку обязательно заполнять светлым оттенком. Мне это прям очень нравится, и поэтому в прошлый раз мы тоже с тобой так делали. Мне понравилось, когда ты без помады, у тебя губки такие свеженькие, контур четкий, а внутри такой приятный нежный розовый цвет. Поэтому я решила вот спустя несколько лет повторить снова, вот, чтобы ходить всегда, как будто бы ты немножко такая подкрашенная. Но еще ты хочешь в бежевых, таких бежево-коричневых тонах все сделать, такой актуальный на самом деле сейчас. Оттенок прям очень много в последнее время клиентов приходит с запросом именно таких загорелых губ. Вот именно такие загорелые губы мы сегодня будем делать Татьяне. Поехали. Сейчас мы рисуем эскиз. Ну, как рисовать эскиз? У меня уже на самом деле очень много роликов. Мы прикрепим ссылочки, вы можете перейти по ним и посмотреть. Ну, а пока я рисую эскиз, расскажу вам по колористике, как мы вообще будем наносить пигменты, в какой последовательности и какие будем оттеночки использовать. Так как у меня клиентка привыкла красить за градиентом, она использует для серединки более светлый оттенок, но совсем разбеленный пигмент я не буду брать. Я возьму нейтральный пигмент в тон своих губок, потому что сильно разбеленный светлый пигмент в составе имеет большое содержание оксида титана, что придает ему плотность. Как мы знаем, оксид титана у нас из организма не вымывается, в отличие от цветных пигментов, и остается в губах таким пластилиновым эффектом. Поэтому не советую вам брать сильно разбеленные такие нюдовые оттенки. Даже если вы остановили свой выбор именно на таких пигментах, вы их укладываете очень легко, полупрозрачно в коже. Ни в коем случае не работайте в помадном эффекте. Вот. Ну и сначала, конечно, после отрисовки эскиза, мы начнем укладывать темный пигмент. После закрепления формы мы затемним уголочки и зону, близкую к контуру, как бы растушевывая вот эту линию, чтобы ее не было видно. И в самом конце уже создадим блики, тем самым губки будут выглядеть объемнее гораздо за счет игры цвета. Ну что ж, мы отрисовали эскиз. Сейчас я его зафиксирую специальной пудрой фиксирующей. Вот такая она голубенькая. Она сохраняет наш эскиз во время того, как мы его будем фиксировать и прокрашивать. Поэтому хорошенечко вот так вот пропечатываем наш отрисованный эскиз. У меня картридж сегодня Mast Pro. На самом деле достаточно хорошие картриджи, и мне они нравятся именно в работе на губах. У меня диаметр достаточно большой, 0,35 мм, острая заточка. Чем больше ваш диаметр, тем быстрее будет выполняться процедура, быстрее будет укладываться пигмент, больше будет его оставаться в коже после каждого прохода. Ну а сейчас мы должны зафиксировать контур. Так как у нас работа из двух цветов, и по контуру у нас более темный оттеночек идет, я буду фиксировать контур темным оттенком. У меня вот такие два цвета. Один более насыщенный, коричневый. Конечно, мы его не будем как-то ярко, очень плотно укладывать, чтобы не было никакого пластилинового эффекта. Все должно быть натурально. Ну и, конечно, у нас не будет никакого пластилина, из-за того, что чем ярче пигмент, тем меньше в состав него входит оксида титана, поэтому он более прозрачный. Самое главное не плотнить, чтобы не было слишком ярко. Сейчас я фиксирую вот таким образом эскиз, меленькими движениями. В этой технике, как и во всех остальных, очень важно четко закрепить контур, чтобы форма держалась, чтобы по заживлению губки были красивой, четкой формы. Но и как раз таки читался вот этот градиент, переход цвета от более темного контура к светлой серединке. Ни в коем случае линия не должна выделяться. Она у нас будет сливаться с растушевкой, с заливкой. И будет плавный переход из темного пигмента в более светлый. Когда мы перейдем к растушевке, я расскажу вам технику, в которой лучше сделать переход цвета из темного в светлый. Поэтому обязательно досмотрите до конца. Ну а сейчас я продолжаю фиксировать контур. Всегда проверяю, чтобы линия осталась, чтобы у нас вот эта красивая форма не потерялась. И вот такими маленькими штришочками я иду. Все нормально? Да, все нормально. Посмотрите, насколько спокойно лежит моя клиентка. У нее даже не дергается губа на арке купидона, хотя мы абсолютно работаем без анестезии. Я сейчас перманент губ, глаз, бровей, вообще всего выполняю без анестезии, без первичной. Только при необходимости я наношу вторичную анестезию во время уже процедуры, если клиенту прям очень больно. А так стараюсь по минимуму ее использовать, потому что все-таки она дубит кожу во время процедуры. Сложнее уложить пигмент равномерно, но и по заживлению тоже, конечно, похуже заживает, когда вы работаете с анестезией. Могут быть какие-то проплешинки, непрокрасы. Посмотрите, у нас такая тоже, помимо техники, необычная форма у клиентки и пожелание. Она захотела сделать более угловатую форму губ. То есть арка купидона у нас такая немножко треугольная, но сильно, конечно, не нужно заострять, потому что будет более грубый такой вид. Я считаю, все-таки нужно ориентироваться на пожелания клиента, но в меру, если какой-то очень странный запрос у клиентки или она хочет очень острые губы, конечно, не стоит такие делать, потому что это не очень красиво смотрится. Но поострее, как в данном случае, немножко мы сделали, потому что смотрится гармонично и клиентке нравится. Все, верхний контур мы закрепили. Я нанесла туда анестезию. Теперь переходим на нижнюю губку. И я вот так вот пальчиком немножко отодвигаю губку вниз, чтобы вывести ее в плоскость. Таким образом мне будет удобнее прокрашивать контур. И я точно так же меленькими движениями закрепляю эту линию. Ну что, контур мы закрепили, сделали первый проход и переходим к полной закраске. В заливке самое важное у контура прокрашивать меленьким-меленьким стежочком, чтобы, во-первых, форма была четкая, она заживала четко, без всяких проплешин, потому что больше всего пробелы бросаются в глаза именно по контуру. Ну и, конечно, чтобы не выйти за форму и была аккуратненькая у вас работа. Я топчусь на одном месте, хожу туда-обратно вот такими движениями, как маляр, который красит стену, спускаюсь вниз и опять наверх поднимаюсь. Причем при этом я перекрещиваю свои штришочки могу, такие диагональные штришочки положить, вертикальные и горизонтальные. Это по большому счету и есть основное правило. Но еще важно держать в голове, что в центре мы нанесем светлый пигмент. Поэтому, когда будете закрашивать арку купидона, имейте это в виду. При закрашивании губок я делю ее на зоны. Пока не закончу один участок, дальше не перехожу. Вот сейчас как раз вы можете наблюдать, что я сделала больше трех проходов на левой стороне губки и выше я не поднималась. Кстати, количество проходов зависит от того, какая кожа у вашего клиента. И тут нет как таковых правил. Самое главное, вы должны просмотреть, чтобы не было никаких пробелов и все было прокрашено равномерно. Далее, переходя на арку купидона, мы делаем плавный градиент. В этом моменте очень важен предыдущий этап, где мы закрепляли контур. Ведь если контур будет неровный, то линия градиента подобную контуру будет такой же. Я не стала вам показывать нанесение всех проходов на губки. Думаю, техническую часть вы поняли. А теперь давайте перейдем к закрашиванию нижней губки. На нижней губке всем рекомендую приобрести стоматологические валики, чтобы подкладывать их под губу. Так будет гораздо удобнее прокрашивать. Если не хотите их покупать, то можно сворачивать ватный диск. В целом, на нижней губе нет никаких сложностей. Самое главное, доведите до конца уголки губ и убедитесь в том, что в них есть остаток. Нижняя губка закрашивается также не полностью. Мы оставляем небольшой участок для другого пигмента. И еще я часто замечаю такую проблему у новичков, что нижняя губка имеет пробелы. Как правило, это возникает из-за желания побыстрее закончить. Но не нужно торопиться в своей работе. Самое главное все тщательно прокрасить. К сожалению, в нашей профессии очень важна усидчивость. Поэтому рекомендую не торопиться и проверять каждый свой шаг. Работать по зонам, как и на верхней губе. Ну а теперь давайте перейдем к нанесению второго пигмента и посмотрим уже финальный результат. Как вы можете видеть, губки немного припухли, но эта припухлость идет буквально через пару часов. Мне финальный результат очень нравится, а Танюша была просто в восторге. Вот, кстати, как Таня красит свои губки. И вот, что мы получили с помощью перманента. Ну что ж, а на этом у меня все. Надеюсь, видео было полезно. Пока-пока!